Здравствуйте, дорогие зрители! Спешим сообщить вам последние новости о ваших любимцах. Возьмите чашечку кофе, что-нибудь вкусненькое и минуток на пять забудьте о своих проблемах. Ну что, первая новость у нас на сегодня очень даже хорошая. Родилась дочь Хавьера Бардема и Пенелопа Круз. Что интересно, родилась она в один день с сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Поистине королевский подарок. Маленькому Лео будет теперь с кем играть и кого защищать. Как назвали девочку, пока неизвестно. Прессе ее тоже не показывают. Вообще у Хавьера и Пенелопы есть такой нрав и обычай. Они и своего старшего ребенка особо-то демонстрируют в публике. Но, с другой стороны, правильно. Потому что пусть люди лучше смотрят на их экранные образы, чем преследуют с фотоаппаратами их детей. Новость номер два. Скандальная. Издание ТВ НО, это мексиканское издание, сообщило, что Фернандо Колунго таки бросил свою мифическую невесту Наталью и живет с партнершей по последнему самому сериалу Бланкой Сот. Их отношения начались уже на съемках, где-то, наверное, за месяц до конца. Товарищи по съемкам заметили, что отношения у них такие весьма нежные. Ну вот, а теперь они якобы живут в Майами, в особняке, который принадлежит Фернандо. Но вы спросите, а что же тут скандального? А то, что у Фернандо репутация неоднозначная. Вся Мексика с упоением обсуждает, какой же ориентацией придерживается самый знаменитый актер страны Ацтеков. И с собаками ищет женщин, с которыми Колунго был близок. Ну что, кажется, нашли. Пусть успокоится на время. Желаем как бы удачи и Фернандо, и Бланке, потому что, в общем-то, пора некрасивая. Ну, совет для любви. То же издание порадовало читателей еще одной новостью. Уильям Леви хочет разобраться с майамским доктором, который в 2012 году пересадил ему 2000 волос на лысеющие места. И обещал, что эти волосы будут расти самым естественным образом. Но вы помните, да, что у Уильяма эти проблемы с облысением начались достаточно давно. Он даже прическу изменил и стал зачесывать волосы с затылка, как-то так вот вперед. В общем, прикрывать вот те самые места, которые у него стали волосить. А сами понимаете, что для Галана Теленовелл потеря волос, облысение – это сродни, в общем, потери профессии. Вот. И потери работы в итоге. Поэтому Леви пошел на эту процедуру и потратил на нее достаточно большое количество денег. Кто-то говорит, что 50 тысяч не жил. Ну, а результата, сами видите, не особо-то нет. Волосы выглядят довольно неестественно. И Уильям якобы сказал, что как только закончатся съемки новелла «Латин Пистат», он доктору выкатит претензии. Потому что получил совсем не то, чего ожидал. Певица Анаи выходит замуж за Мануэля Веласко и на время покидает шоу-бизнес. Ну, хорошее решение. И одно, и второе, кстати. Вот интересуюсь я, кого бы еще замуж пристроить, чтобы сцену таки покинули. Ну, и не надо жалеть Анаи, потому что ее будущий муж – губернатор штата Чапс. А может быть и будущий президент Мексики. Так что еще неизвестно, кому больше повезло. Публике, которая ее долгое время не увидит, или ей, которая сделала удачную, так сказать, карьеру на семейном фронте. Печальная новость. Актриса Адриана Фонсека потеряла ребенка. У нее была полуторамесячная беременность, которая закончилась внезапным кровотечением и резкими болями. Актриса была срочно доставлена в клинику, но ребенка спасти не удалось. Ну, что очень жаль, потому что Адриане уже 36 лет. И, в общем, проблемы с беременностью дальше будут только нарастать. Очень жаль. Очень ветреной женщиной оказалась Химена Дуки. Вот говорила она в апреле, что никто ей не нужен. Что она вполне себя хорошо чувствует и без кавалеров. Ну, а теперь смотрите сами. Второе по счету расставание с Карлосом Фонсом превратилось в третье по счету рассоединение. То есть, смотрите, сначала они познакомились, потом они расстались. Потом они опять, так сказать, начали свой роман и опять расстались. Вот. Ага. А потом опять... Короче говоря, уважаемые зрители, мы запутались. Не уверены, что они сами, в общем, счет ведут своим расставанием, воссоединением. Ну, или они так пиарятся, или сами не знают, чего, собственно говоря, хотят. Ну, посмотрим. Дело в том, что они сейчас работают в одной новелле. Может быть, как новелла закончат, так, в принципе, и любую пройдет. Посмотрим. Ну, вот такие новости на сегодня. Ждем вас в наших следующих программах. Подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе последних новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok